Привет, друзья! Вот смотрите Карма-йога и Камма-сутра. Карма-йога говорит о том, что человек должен быть ответственный за свои поступки и видеть дальше своего носа. По идее, да, посмотрите там получше. А Камма-сутра говорит, как использовать половую энергию, используя для себя и мира. Да, посмотрите получше, увидите. У нас же и между строками читать, и смыслы понимать, потому что основная борьба идет между людьми слабыми и сильными. Слабые люди – это те, которые свои слабости возводят в ранг достоинств и пытаются пробиться в жизни. У них инстинкт самосохранения основан на активности за счет того, чтобы контролировать других. А сильный человек, он стремится, у него такая потребность контролировать себя. Но я на себе показываю, потому что я как раз метод саморегуляции ключ для этого и сделал. Если бы не было у меня такой потребности, я бы это не создавал. Вопрос заключается в том, что человек в постоянной дисгармонии между наковальней, между молотом и наковальней. У него постоянно борьба внутри, между тем, каким он хочет быть, и тем, что он в этот момент вынужден делать или делает. Поэтому у него там сила воли нужна. А на самом деле, если он находится в русле эволюции своей, если он подчиняется высшим законам природы, как говорится, вставший на путь, ему помогает Вселенная. А это путь, когда есть гармония между духом и телом. Материя, духом и материя, ну, союз, синергетика. Ну, поэтому, в принципе, люди в большинстве своем хорошие, потому что они не ущемлены психически, они мыслят здраво. Человек рождается хорошим. Если его там где-то там, ну, там бывают родовые проблемы, там родился с дефектом, или инфицировался, или радиацию получил, или наркотиками увлекался, там, или там переболел, ударился головой. Ну, я говорю о нормальном человеке. Вот нормальные люди, они хорошие. Потому что они испытывают состояние между сном и божествованием, и могут каким-то образом даже сон свой использовать для того, чтобы какие-то создавать новые идеи, проникать в так называемые тонкие миры. И на самом деле это не тонкие миры, а это есть как раз таки допуск его к состоянию, где нету страхов, комплексов, стереотипов, и нету вот этого эго. Тело – это эго. Это инстинкты выживания. Это материальное у человека. А душа, она бесконечна. Это состояние свободного сознания, без страха, без зависимости. К чему стремился Будда. Научил людей нерваний путем медитации. Ну, это же называется состояние, которое мы испытываем постоянно. И девочка, которая задумалась на уроке от усталости, она тоже в этом находится. Только Будда отличается тем, что он управляет этим состоянием. А девочка невольно там находится. Поэтому наша задача – научиться управлять своим состоянием осознанно. И мы тогда можем управлять энергией вот этого стресса, который постоянно возобновляемый источник нашей энергии. Стресс, да, это наш потенциал. И самопознание, и развитие, потому что это состояние неуправляемого транса. Стресс – это транс. Ну, вот если мы научаемся управлять трансом, направляем это перенапряжение в желаемое русло, для решения волнующих наших задач, мы можем создавать открытие. Ну, говорят, там, Ньютон открыл, когда яблоко падало, но не все же открывают, да, потому что он был об этом постоянно озабочен. Как же устроены вот эти законы. Постоянно об этом думал. И поэтому, когда он пожался спать, например, или кто воскликнул, Эврика, Ваня, ну, кто постоянно о чем-то думает, у кого вектор такой, куда стресс его направлен, он постоянно решает задачи. Ну, а сейчас вот очень много программистов, они нуждаются в том, чтобы научиться видеть программы целиком, как бы в голове. Да, вот им тоже было бы очень полезно и меньше уставать, и меньше дергаться, и быстрее восстанавливаться, и видеть программы как бы целиком, органично. А это как раз дается тогда, когда человек постоянно об этом думает и умеет в нужный момент. Открывать вот это состояние безвремени, безмятежности, ну, которое бывает между сном и будет сегодня, нулевое состояние. И создавать новое, создавать новое. Да, это очень интересно, потому что я начал с карма-йоги и с кама-сутры. Почему? Потому что, в принципе, надо создать новый тренд сегодня, чтобы выйти из этой общемировой турбуленции, которой весь мир попал в эту неизвестность, в неопределенность. Как говорили раньше китайцы, не дай вам Бог жить в эпоху перемен. Ну, потому что все меняется, и старые шаблоны не помогают как-то быстро адаптироваться к новому. Надо научиться работать с неопределенностью. А там вот все время возникает вот этот внутренний конфликт, выживание, потребность выживания, инстинкты выживания. Да, у человека есть, оказывается, высшие потребности, потребность в созидании, в творчестве, в любви. Да, очень в нашей школе человек будущего, у Хомофутурс, это все мы рассматриваем, разбираем. Поэтому я время от времени ролики делаю. Вот у нас будет где-то 6-7 числа бесплатный ликбез. А потом, вслед за этим, сразу будет вебинар, который как раз-таки связан с этим, с новым трендом, который надо создать сегодня. А новый тренд это будет о том, что человеку на самом деле выгодно быть хорошим. Люди просто этого не знают. А вот когда мы это озвучим и объясним, почему человеку выгодно быть хорошим, выгодно быть добрым, созвучным, сопереживательным, сострадательным. Об этом же говорили все великие учителя. Любе ближнего там и тому подобное. Не хлебом единым жив человек говорили, но я бы сказал, и не духом единым жив человек. Вот надо согласовать потребности души и тела, инстинкты выживания, вот эту энергию, энергию бей, беги, оцепеней, да, эту энергию, половую энергию, продолжение рода. Это же инстинкт выживания, и продолжение рода. Камасутра, да. Вот смотрите, все это как бы гармонизировать. Будет очень интересно, потому что в следующем ролике я кое-что вам скажу, потому что и Горджиев, и другие большие учителя говорили об этом, как синхронизировать движение с текущим состоянием организма, с термопсихическим напряжением. К сожалению, Горджиева нету. Мы бы сейчас с ним поговорили, пригласили бы в нашу школу. Станиславского нет, он тоже об этом говорил, как снимать нерномочные зажимы, чтобы выходить на определенное состояние раскрепощения, раскрепощения, раскрепостился, освободился, перестал быть рабом. Говорили великие учителя, конечно. Да, все об этом говорили. То, как и говорил Андрей Жит, все давно было сказано, но повторять приходится снова и снова. Да, так устроено, потому что на самом деле невежество управляет, но это тактически, а стратегически добро управляет злом. То есть добро побеждает зло всегда. В конце концов восторжествует справедливость. но это в большом смысле стратегически, а тактически человек находится все время вот в этих ситуациях конкретных. А в этих конкретных ситуациях слабые побеждают сильных. Это уже слабый готов на подлость. Он идет на сделку со своей совестью. Сильный человек не может идти на сделку со своей совестью. И вот новый тренд мы создадим, чтобы была потребность у людей озвученная, что хорошим человеком быть выгодно и для здоровья, и для заключения различных договоров, и для зарабатывания денег. Потому что деньги это что такое? Это язык, универсальный язык внешней свободы. Но за деньги любовь не купишь. И уважение тоже искреннее. не купишь. Потому что все искреннее происходит на таком глубинном, высочайшем уровне. Как говорил Кант, звезды над нами и этика внутри нас. И у нас упражнение полет, и там у нас и звездочка там, и звездочка здесь в гармонии. Дух и материя. Учимся их согласовывать за счет синхронизации действий, это материально, с текущим состоянием. А это и есть синхрометод ключ. текущим. и Продолжение следует...